Эфир телеканала ННТ продолжит новость Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. Вначале по традиции, коротко о главном. Один ушел в отставку, второй сложил полномочия. Главы муниципалитетов покидают свои должности. Связано ли это решение с проверками, анонсированными главой Дагестана, смотрите в самом начале. Реклама «Двигатель торговли», но не вся и не у всех. На центральных улицах Махачкалы демонтируют незаконные баннера. Все профессии важны, все профессии нужны. В Махачкале прошла Всероссийская ярмарка вакансии. Подробности в выпуске. Гармония и взаимопонимание – залог крепкого брака. Лучшая семья 2024 года в Дагестане примет участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса. Сегодня Исламуддин Нургудаев досрочно сложил свои полномочия главы Буйнакска. Он возглавлял город с 2017 года. Теперь же обязанности мэра будет исполнять первый заместитель руководителя Шемилисаев. Также накануне по собственному желанию должность покинул и глава Чародинского района Мухедин Магомедов. Его заменит на этом посту Гусей Нарабиев. Связаны ли эти решения с проверками в отношении чиновников и депутатов, которые ранее анонсировал глава Дагестана, вопрос спорный. Причины могут быть разные, так как расследований и служебных проверок еще никто не проводил. Накопление негативного напряженности, социальной напряженности, она может быть связана опять же с тем, что глава муниципалитета опять недостаточно общается с населением, недостаточно активно решает вопросы, которые он может решить при желании, при должной активности, даже несмотря на то, что у него недостаточно ресурсов. По мнению нашего эксперта, отставки глава муниципалитета в Дагестане продолжатся. Определенная часть глава муниципалитета, она работает нормально, она работает, старается достичь каких-то успехов и обеспечит благополучие населения. Но часть, конечно, есть, которая, ну, мягко выражаясь, лодерничает, другая часть откровенно коррупция, неры, другая часть, значит, ну, просто равнодушные, может быть, недостаточно активные или недостаточно компетентные. То есть, там тоже есть к чему, как говорится, предрассудить. На центральных улицах Махачкалы состоялся демонтаж незаконной рекламы. Рейдовые мероприятия прошли по улице Батырая, где были сняты десятки незаконных конструкций. Специалисты администрации города Махачкалы провели разъяснительную беседу с предпринимателями на предмет недопущения установки незаконных баннеров без согласования с мэрией. В результате выявления данных нарушений предпринимателям выдается уведомление о необходимости устранения данных нарушений. Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе. Отметим, что рейдовые мероприятия проводятся по поручению мэра Махачкалы и Супаумавого и направлены на устранение самовольно установленной рекламы. 12 многоэтажных домов Дагестана получат 35 новых лифтов. Заменены конструкции будут в рамках программы капремонта. Общая стоимость работ составит 115 миллионов рублей. Только в Махачкале лифты обновят по адресам Айвазовского 8А и 6В, Камаева 2А, Петра 1 75 и 109Д и Абдулхакима Исмаилова 72. По многим объектам работы в активной фазе мастера приступают к демонтажу старых кабин и монтажу новых. Второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел сегодня в Махачкале. Масштабное в сфере занятости событие было организовано у Дома дружбы с 10 до 14 часов. Оно объединило между собой школьников и педагогов, соискателей и представителей различных организаций. Посетители этой площадки могли подробнее узнать об образовательных программах, которые предлагают вузы и СУЗы республики, а также устроиться на работу. Причем не только на территории Дагестана, но и за его пределами. Мероприятие посетили члены регионального правительства и руководство столичной мэрии. Лучшая семья 2024 года в Дагестане примет участие в федеральном этапе всероссийского конкурса. По словам организаторов, в отборочном туре было рассмотрено более 100 тысяч заявок, а в финал из них вышли лишь 300 семей. Среди них и наши земляки. Моя коллега Аиша Тухаева побывала в гостях у победителей. Ей слово. Семья Адисовых живет в Ногайском районе и получила это почетное звание по итогам народного голосования. Уже через несколько дней они отправятся в Москву для того, чтобы представлять Дагестан в конкурсе на звание лучшей семьи года в России. Давайте знакомиться. Абдулалиму было 25, когда он увидел Софию на свадьбе в соседнем селении. Ему сразу приглянулась кроткая милая девушка, а когда он начал узнавать о ней, оказалась она еще и религиозная. Именно такую спутницу жизни искал Абдулалим. Те же качества в будущем избранники привлекли и Софию. Их семья является крепкой и дружной вот уже 18 лет. Да, религиозный вот в первую очередь. Вот этот момент меня привлекло. И человек, мне казалось, что он ответственный. И это все подтвердилось в жизни. Супруги прислушиваются друг к другу, а также учитывают мнение своих детей. Эта слаженность и взаимопонимание помогли им выйти в финал всероссийского конкурса. В семье Адисовых живут три поколения под одной крышей. И в конкурсе участвуют все вместе. Смотрели на командную, то есть, насколько семья, она слаженно работает. Они могут ли слушать друг друга, понимать, взаимодействовать. Потому что у каждой семьи был отдельный эксперт, который давал, помимо баллов, отдельно от себя давал оценки. То есть, он смотрел со стороны, насколько семья умеет работать в команде. Вот эти моменты они оценивали. Супруги воспитывают в детях милосердие. Поэтому в доме много животных. Абдул-Алим говорит, это для того, чтобы дети росли добрыми и заботливыми. У нас стараемся такой принцип семейных отношений держать. Чтобы каждый член семьи, он равноправный член семьи. У каждого есть свой голос, у каждого есть свое мнение. И чтобы дети тоже в будущем умели свое мнение говорить, отстаивать. Абдул-Алим Адисов работает имамом в своем селении. Вопросы, с которыми к нему обращается население, часто семейные. К счастью, до разводов не доходит. После победы в полуфинале конкурса Адисовы встретились с муфтием шейхом Ахмадом Афанди. Это было значимым событием для них. Мы тоже решили, если мы выиграем, мы назру сделали, какую-то долю, например, 1 миллион рублей, мы посвятим именно религиозным делам, которые в Ногайском районе проходят. Это мечети, медресе и так далее. И третий момент, это чтобы показать своим детям, показать друг другу, что мы вместе, что мы команда и что ценности семьи, они в исламе очень ценятся. Другим на примере показать, что семья – это основа государства. Вот с таким намерением мы решили участвовать. Работа всех этих лет, муфтията, али, мол, богатство порядочных, умных, достойных людей, работы. Результат я сегодня на глазах выживаю в вашем лице. Голосование – название лучшей семьи года в России. Будет проходить в чат-боте ВКонтакте до 31 июля 2024 года. Перейти на него можно будет с главной страницы сайта «Год семьи». Айша Тухаева, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Ногайский район. И к новостям спорта. В Каспийске стартовал международный турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева. Ежегодные соревнования проходят в одноименном дворце спорта. В первый день борцы определяют финалистов в пяти весовых категориях – до 57, 65, 74, 86 и 97 килограмм. Всего на турнир заявились около 300 участников из 13 стран. Сборная команды Дагестана представлена здесь отдельным составом. Призовой фонд турнира составит более 2,5 миллионов рублей. Обладатели золотых медалей получат по 100 тысяч. Дополнительные призы будут учреждены Федерацией борьбы Дагестана. Итоги соревнований подведут в воскресенье вечером. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok